Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодняшняя тема нашего вебинара – организационно-методические и содержательные аспекты прохождения сертификации работников образования. Я приветствую всех участников вебинара и прошу вас отметиться в чате территорию, образовательную организацию и количество участников. Что касается сертификации, то многие из вас уже принимали, наверное, участие в этой процедуре или планируете принимать. Сертификация – это процедура, посредством которой руководящие педагогические работники образовательных организаций Кимеровской области подтверждают, что уровень их компетенции и квалификации соответствует требованиям профессионального стандарта в первую очередь. Соответственно, вся процедура сертификации регулируется, регламентируется положением о порядке сертификации, добровольной сертификации работников образования, которой было принято еще в 2013 году. С данного времени ничего не поменялось в порядке сертификации. Только возникли некоторые такие организационные моменты новые с сентября данного учебного года. Что было у нас вообще в прошлом году? В прошлом году очень выросло количество участников сертификации, но это связано в том числе и с объективными показателями, с тем, что прошло два года с момента, когда люди впервые получали сертификаты. Соответственно, решили получить его повторно. Вы видите, что ежегодно количество участников сертификации у нас растет. В настоящее время сертификаты, выданные более 500 работников образования, имеют сертификаты. Надо сказать, что помимо увеличения количества участников сертификации, результативность сохраняет стабильные показатели. Вы видите на слайде, здесь ошибочка небольшая, в последний год, это 2015-2016 учебный год, соответственно, количество участников у нас выросло значительно, но доля получивших сертификаты стабильная, 21%. По сравнению, например, с 2013-2014 учебным годом здесь идет снижение. Но это объясняется тем, что как раз после 2014 года в основу результатов сертификации стали входить только результаты процедуры тестирования. И дополнительные какие-то заслуги не учитываются. В соответствии с этим сокращается общая доля людей, прошедших процедуру сертификации. Хотим сказать, что в прошлом году наибольшую активность проявили педагоги Прокопьевского городского округа, и, соответственно, и сертификаты получило больше всего человек, это 170 человек. Также активность проявляют педагоги Анжиросужинского городского округа, города Кемерово традиционно, Ленинска, Кузнецкого. Надо сказать, что в этом году, прошло всего лишь три месяца, с начала сертификации, очень активно участвуют педагоги Полысаева в сертификации. Что касаемо процедуры сертификации, как поучаствовать в ней. Все это прописано в положении порядка добровольной сертификации, в котором прописаны требования к педагогическим руководящим работникам, которые планируют пройти процедуру сертификации добровольной. Здесь прописано, что обязательно иметь высшее профессиональное образование, стаж работы по должности не менее трех лет и быть аттестованным на соответствие занимаемой должности или установление высшей или первой квалификационной категории. Еще есть дополнительные, конечно, требования, это выполнять качественно и полном объеме свои должностные обязанности, иметь положительные результаты работы и так далее. Все это вы можете прочитать в документе. Но хотелось бы сказать, что еще часть педагогических работников проходит сертификацию в рамках конкурса профессионального мастерства, часть, например, «Новая волна». В соответствии с требованиями, которыми предъявляются к педагогическим работникам, и комплект документов, представляемый на сертификацию, следующий. Это заявление, это личное выражение воли педагога или руководящего кадра о прохождении сертификации. Второе – это копия диплома высшего образования, копия трудовой книжки, копия аттестационного листа или иного документа, подтверждающего аттестацию, ходатайство образовательной организации, подписанное руководителем или органам общественного и государственного управления, ну и копия документов, подтверждающих результаты профессиональной деятельности. Они предоставляются педагогам по его желанию. На основании этих документов происходит регистрация на сертификацию. Сроки подачи документов. Документы на сертификацию принимаются первую неделю каждого месяца при личной подаче, либо при подаче через электронную почту. Это прописано в порядке сертификации. Так как сертификация проходит ежемесячно в течение учебного года, соответственно, чтобы пройти сертификацию в конце текущего месяца, нужно подать документы в начале его. Адреса для подачи документов представлены на слайде. Но с 2000, вот с нового учебного года, 16-17, да, получается, у нас появилась новая форма, такая как электронная регистрация. Электронная регистрация на сайте Крепкий.про. И, соответственно, люди, проходящие регистрацию, по данной форме могут проходить регистрацию в течение месяца. То есть практически сейчас еще уже началась регистрация на сертификацию, которая состоится в январе 2017 года. Документы же в бумажном виде, да, те, кто решит проходить, подавать заявление лично или при электронной почте, будут приниматься именно в первую неделю января, так как она у нас выходная, соответственно, в первую рабочую неделю января. Пакет документов. Еще раз хотелось бы обратить внимание на состав пакета документов и обратить внимание, что он имеет некоторые различия для преподачи в электронной регистрации либо в бумажном виде. При электронной регистрации, соответственно, несколько усеченный пакет документов, он достаточный, и достаточно его подать именно в электронном виде. В бумажном распечатывать его представлять уже не нужно. В бумажном виде обязательно тут является дополнительный документ, это заявка от муниципального органа управления образования, но и копия документов, подтверждающие профессиональные достижения педагога. Образцы документов все представлены на сайте Крепкой ПРО, вы это тоже можете посмотреть и ознакомиться. Что касается электронной регистрации. Электронную регистрацию кто-то уже проходил с педагогов в данном учебном году, она также проводится ежем... Регистрацию проходите на конкретный месяц, для участия в сертификации, но документы вы также прикрепляете только один раз, так же, как вы подаете документы единожды в году. То есть они действуют, пакет документов, в течение учебного года. Электронную регистрацию можно найти, ссылку на электронную регистрацию, на сайте Крепки ПРО. Ошибка многих педагогов, которые нам уже звонили, спрашивали, проходят, пытаются пройти электронную регистрацию на сайте дистанционного обучения. Электронная регистрация, ссылка на нее, находится на сайте института, на сайте Крепки ПРО, на странице подразделения, центра экспертизы, профессиональной деятельности работников образования. С левой, в левом меню вертикальном, вкладка сертификация, нажимаете, попадаете на страницу сертификации. И здесь есть кнопочка у нас, регистрация на сертификацию. Нажимая на нее, вы попадаете в электронную форму, которую заполняете. Очень удобная, по нашему мнению, конечно, форма. Если у вас будут какие-то замечания, предложения по ее улучшению, мы готовы тоже вас выслушать. Заполняя электронную форму, педагог указывает образовательную организацию, свою фамилию, имя, отчество, должность, по которой он планирует проходить, сертификацию, указывает контактные данные и прикрепляет документы. Документы прикрепляются в первый раз при регистрации. При повторной электронной регистрации, допустим, достаточно указать о том, что вы проходили регистрацию по данной форме и, соответственно, прикреплять документы уже не будет, не можно не прикреплять. Соответственно, регистрацию пройдете без прикрепления документов. На основании электронной регистрации и вообще регистрации формируется список участников сертификации в данный текущий конкретный месяц. Для участников, которые прошли регистрацию в электронной форме, рассылка графиков сертификации осуществляется через ту электронную почту, которую они указали при регистрации. Для всех остальных через муниципалитет или через образовательные организации, которые они указали в своем заявлении. Когда вы прошли регистрацию, попали в график прохождения сертификации, приехали к нам на сертификацию, важно помнить и знать о том, что вся сертификация проходит на сайте дистанционного обучения КриптоПро. Вы, соответственно, должны быть обязательно на этом сайте зарегистрированы. Очень часто бывают случаи, когда люди не имеют аккаунта на данном сайте. Соответственно, это не проблема, потому что можно пройти регистрацию, но тут возникают очень часто проблемы, когда люди не помнят пароли от своей электронной почты, потому что регистрация на данном сайте происходит, аналогично регистрации на любом другом сайте, не образовательном, развлекательном и так далее. То есть через электронную почту. Поэтому необходимо, если вы не помните, или у вас нет логина и пароля от своего там аккаунта на сайте дистанционного обучения КриптоПро, то вы должны обязательно помнить и знать свой логин и пароль для входа на электронную почту, потому что при регистрации или при восстановлении пароля вам придет сообщение на вашу электронную почту. И, соответственно, чтобы увидеть это сообщение, вам необходимо на него зайти. Вообще, наша рекомендация, чтобы еще дома до отъезда на сертификацию вы попробовали пройти, зайти на сайте дистанционного обучения, если у вас есть логин и пароль, вы проходили регистрацию. Если нет или, например, каким-то образом не подтверждается вход, соответственно, попробовать восстановить или пройти в новую регистрацию, лучше это, конечно, сделать дома для сохранения, как говорится, не только времени, но и сохранения стабильного эмоционального состояния в процессе сертификации, чтобы лишний раз не нервничать. Хотелось бы также здесь еще отметить, что когда вы проходите сертификацию на сайте дистанционного обучения, обратите внимание, чей все-таки личный аккаунт вы зашли. Очень часто бывают ситуации, когда педагоги входят в личный, так сказать, кабинет, в аккаунт, например, образовательной организации. Да, образовательной организации, в которой указан фамилия, имя и отчество, руководитель образовательной организации. И когда педагог Иванов проходит сертификацию, как учитель, например, истории, под аккаунтом своего директора, Петрова, то, соответственно, по итогам сертификации, по итогам формирования протокола, результатов, Иванова этого может не оказаться в протоколе. Поэтому будьте внимательны, заходите именно в свои кабинеты, в свои аккаунты и попытайтесь сделать это изначально дома, дабы, как говорится, не нервничать уже здесь, на месте, при прохождении сертификации. Процедура сертификации проходит в форме компьютерного тестирования. И прошедшими считаются педагоги, которые набрали не менее 80%, то есть выполнили не менее 80% заданий. Сертификат, который они получают по итогам прохождения процедуры, действительно, в течение двух лет он печатается и выдается на основании приказа начальника департамента образования Кемеровской области. Приказы с результатами сертификации размещаются на сайте КриптиПро, тоже на странице центра экспертизы во вкладке сертификации. При неудовлетворительном результате прохождения сертификации педагог может пройти сертификацию повторно в течение текущего учебного года, пожалуйста, может проходить ежемесячно или в любой месяц, который он будет устраивать при обязательной предварительной регистрации. Для тех, кто-то уже бывал на сайте, видел, соответственно, кто-то может это увидеть впервые, как выглядят изначально тестовые материалы. Все педагоги отвечают на 45 вопросов. Время 60 минут. Для некоторых категорий, если указано на слайде, можете посмотреть, это час 15. Сертификация проводится по разделам. Разделы разные для руководящих работников и педагогических работников. Они все также представлены на слайде. Единственным различием для педагогических работников является именно предметный блок, который у всех свой. Все остальные вопросы из одинаковых блоков, но, конечно же, состав вопросов, состав этой тестовой базы у каждого конкретного педагога может быть различным в зависимости от того, какую сортировку вопросов произвел компьютер. Время у каждого свое. Оно отражается, опять же, слева на мониторе. И вы можете контролировать время выполнения тестовых заданий. Апелляции. Апелляции при процедуре сертификации. Основания, при которых педагог может подать апелляцию, также прописаны в положении. Первое основание – это отказ в приеме документов на сертификацию. Второе – это именно отказ в выдаче сертификата при положительных результатах тестирования и необоснованных или каких-то действиях приостановления действий сертификата. Но чаще всего, конечно, 99,9% случаев педагоги подают апелляции по итогам сертификации. В частности, несогласия с результатами тестирования. На апелляцию педагог имеет право при выполнении тестовых заданий не менее чем на 75%. Соответственно, если вдруг он не согласен с результатами тестирования, он пишет, заполняет апелляционный лист, предъявляя доводы аргументированные, доказательные о своем по тем вопросам, по которым, например, считали неверно компьютер по каким-то причинам, он считает, что его ответы верные и так далее. Соответственно, обоснованные, содержательные, аргументированные претензии рассматриваются экспертами и в случае положительного рассмотрения апелляции засчитываются или отклоняются. Часто бывает, что апеллируют два, три и более вопросов, соответственно, может по итогам получиться, что ряд вопросов сапеллированы, по ряду вопросов могут отказать. Соответственно, за каждый апеллированный вопрос педагогу добавляется 2,2 балла. по итогам все равно нужно набрать не менее 80% тех, у кого апелляции рассмотрены положительные и достаточные для прохождения сертификации, то есть 80% набирается в итоге с учетом апелляции, педагоги также вносится приказ Департамента образования и науки и также по результатам этого приказа печатаются сертификаты. Что касается тестовых заданий. Тестовые задания составлены все на основе профессиональных стандартов и требований единого квалификационного справочника. Здесь в тестовых заданиях не учитывается специфика исполняемых трудовых обязанностей в тех или иных образовательных организациях. Часто бывают такие вопросы возникают у людей в процессе сертификации, например, у предметников. Тогда в тестовых заданиях есть вопросы, допустим, вопросы по ЕГЭ. Люди оперируют тем, что они не преподают в 11-11 классах, работают только в основной школе. Но дело в том, что изначально предполагается, что при выпуске из вуза, что мы будем работать со всеми детьми, независимо от их особенностей. В любой школе будет основная школа, гимназия, средняя школа или коррекционная. Здесь вопросов не должно могут быть. То есть именно требования к должности во первых строках. Что касается тестовых заданий еще, то могу сказать, что самих тестовых заданий вопросов для подготовки на нашем сайте не представлено. И мы не представляем. Соответственно, единственное, что есть у вас и что вам может помочь, это аннотации к тестовым заданиям. В аннотации к тестовым заданиям содержится краткое содержание тестовых заданий по той или иной должности с указанием списка литературы, которую в помощь педагогу. Соответственно, вся подготовка осуществляется самостоятельно на основании именно тех аннотаций, тех рекомендаций, которые даны на сайте института вы можете это увидеть и прочитать все аннотации. С этого года, что у нас еще появилось новое, тоже в помощь, так как нет перечня вопросов, но появились демонстрационные версии тестовых заданий по сертификации. Многие из вас, я думаю, уже проходили, пробовали пройти демонстрационные версии, но для кого-то возможно, это будет новая информация. Демонстрационные версии тестовых заданий у нас только для трех категорий, это учители начальных классов, учители русского языка литературы, учители информатики. Постепенно мы, конечно, будем добавлять демонстрационные версии для других должностей, но пока только эти три. Опять же, хотелось бы сказать, что попробовать пройти демонстрационную версию, тренировочный тест, так сказать, тоже вы можете на сайте дистанционного обучения. Поэтому, опять же, вам необходимо быть зарегистрированным на сайте либо пройти регистрацию. Только при этом условии вы сможете попробовать тренировочные тесты пройти. Многие, конечно, сокрушаются, что нет тестовых заданий по их должностям, но хотела бы сказать, что из 45 вопросов, которые содержатся в тестовом блоке, только 15 это предметные. Остальные это вопросы, которые являются общими для всех педагогических работников, например, если мы говорим именно о педагогических работниках. Поэтому посмотреть, какие вопросы из общей части могут быть у вас, попробовать пройти эту хотя бы общую часть. Вы можете даже не будучи учителем начальных классов узкого языка или информатики для себя попробовать. Что касается вопросов. Задать вопросы вы можете сейчас в чате и либо все вопросы у нас мы можем решить по электронной почте, по телефону. Телефон 310166 это по вопросам сертификации именно если звоните то попадаете именно в кабинет сертификации. Ну и по телефону 310201 также можно звонить. На все вопросы могут быть Аксю Мария Владимировна и я Степана Анастасия Михайловна. Так ну сейчас у нас вопросов я так понимаю нет. Уважаемые коллеги если у вас есть какие-то вопросы вы можете сейчас их задать. Но если вопросов нет то хотел с вами попрощаться пригласить вас на сертификацию и пожелать всем нам конечно удачно пройти сертификацию. Всем спасибо. Спасибо.